Здравствуйте, дорогие мои зрители! Вот эти прекрасные цветы мы приносим к себе в дом для того, чтобы украсить свой интерьер и радоваться их цветением. Но какое же огорчение мы испытываем, когда вдруг мы проснулись утром, а орхидея сбросила цветочки или бутончики. Я хочу сегодня попытаться разобраться с этой проблемой, рассказать о тех причинах, с которыми сталкивалась я на протяжении многих лет выращивания орхидеи у себя дома. Возможно, что-то вы найдете для себя. Эти причины касаются любой системы посадки, не только открытой, без грунта, абсолютно всех посадок. Первая, самая распространенная причина сбрасывания бутонов или цветов – это адаптация орхидеи. Когда мы купили новое растение, принесли его домой, принесли его в новые условия, новый температурный режим, другая влажность, предлагаем растению совершенно другой уход, и растение испытывает стресс. Растению нужно адаптироваться к новым условиям. Орхидеи вообще очень выживаемое растение. В моем понимании это одно из самых простых комнатных растений, но проблемы, как и у всех, бывают. Так вот, если же орхидея сбросила бутончики при адаптации, ничего страшного в этом нету. Это обычный стресс. Это не патология, ничего делать не нужно. Спасать ее не нужно, просто нужно запастись терпением. Вторая очень распространенная причина – это растение ослаблено. Ослаблено растение может быть по многим причинам. Самые распространенные – это гниль корневой системы. Хуже, если это гниль стволика, орхидеи, шеи, как ее называют. Также причиной того, что ослаблено растение, может быть просто банальный недостаток корней. Потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, чтобы производитель быстрее вырастить, продать растение, пичкает стимуляторами. И мы сталкиваемся, не учла я этот момент, не принесла пример, но многие наверняка наблюдали, что мы покупаем растение, цветущее, на два цветоноса бывают, а у орхидеи только три листика, это рано ей цвести, очень рано цвести с тремя листиками растение. И естественно корневая слабо разбита, но за счет стимуляторов растение цветет. Что нужно делать в данной ситуации? Если же это гнили различного вида, то это нужна обработка фунгицидами. Если же это более серьезная проблема, что гниль пошла на ствол растения, нужно механически максимально убрать все источники гнили. Если же растение ослаблено по причине малой корневой массы, системы, то мы просто ничего не делаем. Я лично не обрезаю в таких случаях цветоносы, потому что он уже есть. Растение само решит, нужно сбросить цветочки, не нужно засушить, не засушить, оно решит это само. Я в данной ситуации просто стараюсь дать возможность подтолкнуть растение к наращиванию корневой системы. В этом случае я применяю азотные удобрения. Не азотные в чистом виде, а комплексные удобрения с высоким содержанием азота. Что стимулирует рост листьев и, соответственно, корней орхидеи. Как правило, когда вносишь азотные удобрения, орхидея сбрасывает цветы сама по себе. Еще одна распространенная причина сбрасывания бутонов – это недостаток освещения. Очень часто, когда цветущую орхидею, мы стараемся разместить где-то в глубине комнаты, на видном месте, чтобы можно было как можно чаще любоваться ей. В этом случае, как правило, орхидея сбрасывает лишь бутоны, не распустившиеся цветы. Поэтому, конечно, можно поставить где-то на столике орхидею цветущую, но подождите, пока она откроет все свои бутончики, и тогда вы будете любоваться цветением. В этом случае никакое лечение не нужно. Нужно лишь запастись терпением, дождаться, когда откроется последний бутон у орхидеи. Также может орхидея сбрасывать цветочки и бутончики, если у нее поселилась какая-то живность, вредители. В данном случае единственный способ устранения причины – это нужно обработать растения. На рынке предоставлено очень широкий спектр различных препаратов. Выберите какой-то из них и обрабатывайте растение свое. Я же, чтобы максимально обезопасить растения и себя от головной боли, борьбы с живностью, стараюсь почаще купать свои растения. Потому что, купая их под душем, вот я только что покупала эту малышку, купая ее под душем, хорошо промывая пазухи, корешочки, вы делаете профилактику от различной живности. Как правило, большинство вредителей при регулярном купании даже не пытаются поселиться на растении. Прямые солнечные лучи, высокая температура воздуха также негативно сказываются на цветении орхидеи. Идеальная температура содержания, с моей точки зрения, по моим наблюдениям, это 20-24 градуса. Когда температура летом бывает 27-30 и выше в квартире, я стараюсь пользоваться кондиционером. Это комфортно и для меня, и для моих растений. Дело в том, что при перегреве растение старается регенерировать свои ткани в ущерб цветению. Поэтому цветочки увядают, им недостает влаги и они осыпаются. Также растение отдает все свои силы на регенерацию тканей при пересыхании корней. Любая регенерация идет в ущерб цветению вот этих растений. Если же у вас полив идет способом поддержания водички, влаги только на дне, чаще всего нижние корешочки напитанные, перепитанные. Иногда даже бывает подгнивание корней, а верх корней полностью сухой. Да, есть орхидеи, корни которых очень хорошо поднимают влагу. Но это касается далеко не всех орхидей, по моим наблюдениям. Бывает такое, что налил чуток водички, хопа-хопа, поднялась по корням, все корни зеленые. Но, повторюсь, это бывает не у всех орхидей. Если же ваша орхидея не относится к этим замечательным исключениям, в таком случае просто измените полив. Наблюдайте, чтобы не было большой разницы во влажности корней внизу и вверху. Это касается тоже многих видов посадки, не только в открытой системе, и в коре, и в керамзите. Это то, с чем я сталкивалась. У меня других посадок просто не было, не могу сказать. Но в этих трех видах посадки эта причина присутствует. Старайтесь или увлажнить дополнительно верхние корни. Я решаю эту проблему заливом воды по две трети корневой системы. Еще один вид неправильного полива. Это по системе, по мнению очень многих орхолюбителей, что орхидею лучше не долить, чем перелить. Я здесь не совсем согласна. Я считаю, что полив должен быть умеренным и своевременным. Если же вы долго просушиваете орхидею, неважно в какой посадке, то ли это кора невлагоемкая, еще не берет достаточное количество влаги, то ли же это открытая система, то ли это тот же самый керамзит. И орхидеи, корни орхидеи находятся очень долго без воды. Первыми страдают опять-таки цветы. Потому что растению нужно как-то выживать, как-то поддерживать свои листики. И если это только незначительное увядание цветочков, незначительная потеря тургора, это растение можно просто отпоить. В данной ситуации я могу сказать только одно. Наблюдайте за своими растениями. Вы же листики – это индикатор здоровья растения, любого растения, не только орхидеи. И если вы видите, что что-то не так, листик начал сморщиваться или потерял тургор, то уже нужно решать эту проблему. Не нужно ждать, пока оно усохнет, сбросив цветы при этом. Какая же эта красота получится? Одной из самых распространенных причин, которые мы себе придумываем, я думаю, я бы скорее сказала, это миф об орхидеях. Я не знаю, откуда у него растут ноги, но очень многие считают, что цветущую орхидею удобрять нельзя. Перед вами три орхидеи, которые цветут, и которым я предлагаю удобрения через полив или каждый полив. Вот этой я предлагаю при каждом поливе удобрения. Потому что она хочет продлить свое цветение. Я пользуюсь для цветущих орхидей сбалансированными минеральными удобрениями, где азот, фосфор и калий в одинаковых пропорциях. Почему многие сталкиваются и почему бытует миф, что подкармливать нельзя? Потому что от переизбытка азота орхидея сбрасывает, как правило, свои цветы. Дело в том, что азот нужен растению для наращивания листьев и корней. Если она наращивает листья и корни, также азот, он замедляет развитие цветоноса. Если хотите, можете проэкспериментировать. Я делала такой эксперимент, когда появился клювик цветоноса, и я решила, я знала, что так нельзя. Ну вот так получилось у меня. И я подкормила дважды азотным удобрением, только два раза. И этот клювик так и остался клювиком. Хотя, ну, когда-то же он проснется, конечно, но на данный момент это вот так. Поэтому удобрять можно и нужно цветущие орхидеи с моей точки зрения. Я ни в коем разе не навязываю свое мнение. Я просто рассказываю, как делаю я. И как я это вижу, и как я это знаю. Поэтому подкармливать можно, но обдуманно читать внимательно состав и понимать, какой микроэлемент, какая составляющая конкретного удобрения вашего влияет на какую часть растения. На цветы, на листья, на корни и так далее. Многие считают, что купать орхидею нельзя. Почему нельзя? Все называют разные причины. Нельзя, чтобы вода попадала на цветы. Нельзя, чтобы в пазухах была вода. Но так как сегодня я стараюсь разобрать тему цветения, то хочу развеять миф по своим наблюдениям исключительно, что попадая вода при купании, если вода попадает на цветок, ничего страшного не произойдет. Если просто попала вода на цветок, но если же вы вот это растение с мокрыми цветами поставите на холодный подоконник, где цветок замерзнет, потому что вода остыла моментально при низкой температуре, или же наоборот, на яркое солнышко, где капельки воды сработали, или как линзы, естественно, эти цветы опадут или почернеют, но это уже, они в любом случае, они потеряют декоративный вид. Поэтому, по моим личным наблюдениям, цветы от воды гибнут не потому, что туда попала вода, а потому, что после купания обязательно я лично даю своему растению просохнуть. Просохнуть хотя бы полчаса, чтобы не было явных капель, чтобы оно немножко, постепенно адаптировалось с моего теплого душа, не с моего, а предлагаемого мной теплого душа, к температуре комнаты, к температуре содержания, где она находится на своем постоянном месте. Также есть просто-напросто сортовые особенности определенного орхидеи. Меогенетически не заложено, чтобы она радовала нашим, нас, своим цветением длительное время. И наверняка каждый, у кого находится в доме больше пяти, десяти орхидей наблюдал, что одна орхидея радует своим цветением на протяжении и год может она цвести. Один цветочек отсвел, но пошли веточки, новые бутончики пошли, она цветет практически беспрерывно. А другая орхидея раскрыла свой бутончик, порадовала нас, и оп, через месяц уже цветения нету, а то и через две недели. Такое тоже бывает. Это у одной и той же хозяйки при одинаковом абсолютно содержании и размещении растений в одинаковых условиях, температура, влажность, освещение, вот так ведут себя орхидеи. Здесь комментарии излишней. Ничего здесь не делаешь. Просто приобретая орхидею, читайте про особенности данного сорта. В заключение я хочу сказать, будьте внимательны к своим растениям. Они все подскажут вам сами. Своими листочками, цветочками, корешочками. Просто нужно быть внимательным. Если вы решились приобрести эту красавицу, то нужно быть готовым к тому, что ей нужно будет уделить какое-то свое личное время. Всем хорошего и спокойного дня. До встречи на канале. До свидания. До свидания.